Приветствую вас, вы пишете, у меня проблема с моим молодым человеком, он мало времени уделяет мне, то есть практически никогда. То есть эта проблема не с молодым человеком, а ваша проблема. Это ваша проблема, того, что молодой человек не уделяет вам внимания. Возникает вопрос, если молодой человек не уделяет вам внимания, то какой у него мотив, стимул, если угодно, вам это внимание уделяет. То есть чтобы мужчина что-то делал, чтобы мужчина адекватно относился, допустим, к вам, да, нужно, чтобы у него был стимул. Вопрос, есть ли стимул у него? Есть ли у него стимул для того, чтобы, ну, к вам, к вам может относиться лучше? Зачем ему относиться к вам лучше? Вот. Это первый момент. То есть момент стимула. есть ли стимул у мужчины относиться к вам лучше? Понятно? Вот. Это первый и важный момент, на мой взгляд, если мы хотим действительно понять, что с вами происходит. Ну, не только с вами прямо, а что происходит с вами обоими, да? Вот. То есть, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что мужчина не очень вами дорожит. И вопрос заключается в том, почему он не очень вами дорожит? то есть, ну, из-за чего так, откуда такое отношение к вам? То есть, было ли оно такое отношение всегда, да, или произошло оно после какого-то события в вашей жизни? Вот. На мой взгляд, это очень важный момент, потому что пока, вот пока, исходя из того, что вы говорите, да, нельзя, к сожалению, сделать вывод однозначный о том, что заставило мужчину вести себя, ну, по отношению к вам, в ночиках по-другому. Ведь что-то же заставило, и то, что вы кричите, вот самое главное, что нужно понять, то, что вы кричите, не добавляет ему желания с вами общаться и проводить время. Вот. Понимаете? мужчина, как бы, ну, не добавляет ему потребностей, вот, не добавляет ему желания, не добавляет необходимости взаимодействовать с вами так, как вот хотелось бы вам. Да? Вот. И с этим моментом, с этим аспектом тоже нужно что-то делать. Понимаете? С этим моментом тоже нужно, как бы, ну, выбирать какую-то стратегию, стратегию своего поведения. Вот. Далее. Почему вы кричите? Да? То есть, из чего вы кричите? Что заставляет вас кричать? Потребность во внимании, страх одиночества, может быть, что заставляет вас кричать? На мой взгляд, нужно с этим тоже разобраться. То есть, если вам что-то заставляет так вести, значит, тому есть причина. И, на мой взгляд, именно на мой взгляд, эти причины достойны того, чтобы их рассмотреть. Достойны того, чтобы их увидеть. с ними разбираться. Естественно, только если вы этого сами хотите. Это естественно. вот. Значит, что нужно делать? Во-первых, повышать уверенность в себе. Это первое. Во-вторых, подумать о том, что лежит в основе вашего страха, что лежит в основе ваших переживаний. Ну, например, драка, не одиночество. Или такая вот установка, что вы должны быть с кем-то. или, может быть, еще что-то. Но в любом случае, в любом случае, какие-то нюансы есть. Что-то заставляет вас кричать. Это потребность в любви. Это оральная агрессия, когда вы кричите. Это потребность в любви. Соответственно, можно говорить о недолюбленности. Вы, например, в детстве вашем. Вот. Можно говорить о недополучении любви. И, исходя из этого, можно говорить о, ну, например, о психотической модели поведения. Это такая модель поведения. Когда вы, как бы, стараетесь найти для себя человека, вот. в котором, ну, вы бы чувствовали себя хорошо, комфортно. Который бы вас, я не знаю, защитил бы, может быть, от ваших проблем. И я полагаю, что это, в общем-то, довольно периодный расклад, если мы говорим именно о, вот, вашей модели поведения с мужчинами. Или именно с этим мужчиной. Понимаете? Вот. То есть, здесь необходимо, в любом случае, здесь необходимо разбираться. В любом случае здесь необходимо рассматривать всю вашу историю жизни, для того, чтобы увидеть, как и почему у вас формировалась такая вот модель поведения. На мой взгляд, это, в общем-то, довольно важно, если не сказать больше, что необходимо для успешного выполнения задачи, которую вы перед собой ставите. Побаривать себя? Нет. Побаривать себя не надо. Ни в коем случае побаривать себя не нужно. Вот ни в коем случае. Потому что побаривания приведут к подавлению. Ну, и к еще большему подавлению. Вот. Поэтому нужно просто свои желания рассматривать. Учиться правильно их удовлетворять. И, соответственно, после этого обретать большую независимость от парда. И, соответственно, стимулировать его на то, чтобы он боялся вас потерять, чтобы он вас завоевывал. Потому что на сегодняшний день, на данный момент он вас не завоевал. На данный момент он расслабился и ему вообще хорошо. Вот. А так, быть вообще, вообще говоря, не должно. Ну, то есть, нет ничего плохого в том, что мужчина, например, расслаблен, да. Но если это чрезмерно происходит, то человек, он как бы, ну вот, начинает вести себя так, как вот вы это видите сейчас. И если вам этого не хочется, то нужно, чтобы вы меняли свое поведение и чтобы, соответственно, содержали человека, ну, в тонусе, ну, в большей степени в тонусе, чем он вот, чем он сейчас. И тогда либо он захочет быть с вами, вот. Тогда либо он захочет быть с вами в отношениях, либо нет. Но, по крайней мере, это будет уже его выбор. И вы сможете как бы сами, да, вы сможете уже сами увидеть его выбор и уже исходить именно из того, что нужно именно вот человеку. То есть, вы будете знать, вы будете знать, что нужно вам, вы будете знать, чего хотите вы, и вы будете знать, чего хочет он. А пока это просто путь в никуда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...